Но ожидания и реальность порой отличаются. Купил таунхаус, не забудьте про автомобиль. Хотел тишины и покоя сделать звукоизоляцию? Квитанцы, содержание общего имущества, нюансов владения такой собственностью много. Насколько удобно жить в таунхаусе, узнаем из сюжета. Да, моя мечта была лестница в доме. Пойдем наверх. Мечта сбылась. В таунхаус семья Лоскутовых заехала весной. И первое, что их впечатлило, это простор. Раньше жили в квартире площадью 40 квадратных метров, а теперь их 144. Прибавилось и уборки. Из минусов. На территории комплекса нет детского сада и школы. Из положения Лоскутовы вышли, купив автомобиль. Впрочем, у школьниц свои впечатления от нового жилья. Тут большая квартира, в той нельзя было завести животных. То, что не нравится, то, что иногда здесь каждый месяц проводят, как бы, отравляют клещей, и туда нельзя ходить три дня. Нашлось место и для рабочего кабинета. Наталья производит трикотажные вещи. Теперь простор для творчества. Минус соэтажность – это лестница именно с маленьким ребенком. Нужно быть организованным и ничего не забывать. Не на третьем этаже, когда ты на первом, не на первом, когда ты на третьем. С другой стороны, физическая нагрузка, которая на пользу. А еще сборы на улицу стали быстрее. Поэтому они прячутся под подушками в свои штаны, в шкафах, в кухне в свои штаны, чтобы носки мы где-то воздвигаем, когда можно прятать. Экология возможности отдыхать на природе – это очевидный плюс, говорит Наталья. Можно приучить детей к труду. Правда, у дома всего две сотки земли. Содержанием имущества занимается управляющая компания. А вот следить за своим внутренним двором нужно самостоятельно. И не нарушать общие концепции жилого комплекса. Соседям пока это удается. Они дружны и даже выручают друг друга продуктами. Ведь магазина в округе нет. Да, за морковкой ко мне приходила. За морковкой? А я редиску продавала весной. И самый интересный вопрос – сколько же стоит жизнь в таунхаусе? Если он куплен не в ипотеку, а ремонт сделан на накопление, то оказывается не дороже городской квартиры. Экономить помогает индивидуальный газовый котел. За отопление в самый холодный месяц выходит около 2,5 тысяч рублей. Если вместе сложить, наверное, с интернетом даже, то выходит тысяч, наверное, 8 за все квадраты зимой. Я считаю, что очень выгодно. А переплата за содержание недвижимости компенсируется тишиной и комфортом.